Продолжение следует... 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 Характерными чертами национального предсоветительства Ирина Александровна называет стремление осознать свой этнос равным среди других народов и популяризации его культурного достижения посредством русской культуры. Как следует из определения и пояснения, национальные деятели свои мысли выражали своему народу и вышестоящим политическим слоям государства, работали в оба направления. Это такие посредники между русским миром и своим народом. Типичный пример Иван Яковлев, который просвещал чувашей и доносил их чаяния и надежды вплоть до российского императора и европейской общественности. Или Спиридон Михайлов, который, будучи чувашом и выросшим в их среде, своими очерками в казанских губернах и ведомостях описывал жизнь и историю чувашей, это середина XIX века. Историю чувашей, чем просвещал образованную российскую простойку людей, для которых чувашский край был интеринкогнито. Читали его статью и чиновники разных уровней, на основе которых они корректировали свою деятельность. С такой трактовкой подобных деятелей с Деткиной я согласен и поддерживаю. Но считаю, что этот феномен носил не только общественно-педагогический, как она трактует, но и очень политический характер. Это очень современная трактовка, основанная на демократических, гуманистических, равноправных началах, и это надо дальше развивать. Ну ладно, это мое мнение, а что описывается в рецензируемой работе? Здесь вопрос о национальном представительстве интерпретируется иначе, а именно в прежнем миссионерском, православном и религиозном толковании. Как вот в системе львинского, то есть религиозное толкование, просвещение миссионерское. То есть примерно в таком же ключе сейчас у нас продолжает описывать. Либо в форме идей европейского просвещения, которые основаны на концепте избранности исторических народов Европы и неисторических народов, участь которых, то есть других неисторических народов, стать навозом для развития европейской высокой культуры. Так до революции писали некоторые исследователи о чувашах и других инородских империях. Это, скажем, первое отличие интерпретации Климентьева от определения Деткина. Но еще раз указываю, что он все-таки указывает, что он понимает национальное представительство, просветительство именно в ее терминологии. Но по факту я считаю, что это не так. Но сейчас некоторые вещи по этому поводу все расскажу. Второе значительное отличие от толкования автор монографии и определения Деткиной в том, что в книге не обозначается и уж тем более не раскрывается двухвекторность деятельности национальных просветителей. Автор много пишет о Михайлове, Якулеве, Никольском и других. Но эти слова меня не убедили в том, что они являются просветителями трактовки Деткиной, скорее последователями иноземных доброжелателей. Между этими понятиями есть принципиальная разница. То есть между просветителями и последователями. У Деткиной это крепкие, просвещенные и равноправные национальные деятели. А в данной работе, после анализа всей ее работы, получаются только последовательные ученики, причем посредственные. Так как ставили вопрос о национальной и культурной, а не территориальной автономии. То есть вывод такой сделал, что они, это, собственно говоря, показатель их неуверенности или неполноценности. Тогда ставится вопрос о феномене Чувашского просветительства. Почему он не раскрыт? Может быть причина в том, что кроется методика исследования. Видно, что по ней просветившиеся Чуваши работают только в одном направлении, в исходящем направлении. Только этот вектор нашел отображение в книге. Согласно, тогда получается, что согласно этому просветителями фактически являются немка Екатерина II, украинский Пуца Григорович и русский Эльминский. Вот кто настоящий просветитель по версии автора монографии, которые вдохнули свет в темные необразованные души Чувашского народа. До революции, я помню, примерно так и говорилось, что Эльминский, это как же православные, но сейчас у нас говорят о том, что Екатерина II относится европейского посвящения. Но это, еще раз повторяю, что это не национальное просветительство, о котором говорил Зеткин. Вопрос, как его понимание сочетается с определением Зеткиной? Если в определении национальных просветителей идет речь об одаренных людях, которые впитали в себя все и самобытный этнический и интеллектуальный багаж общеевропейской мировой культуры, то в изложении автора это всего лишь ученики неких иноземных просветителей. Чтобы не быть голословным, то попробуйте найти в работе достаточный материал, где Чувашки и деятели влияли не только на своих чувашей, но и на другие народы, на региональную или общегосударственную власть. А таких ведь было много, в смысле деятелей. Но для этого не нашлось места в работе, где Чуваши исключительно ведомый народ, объект посвящения, но никак не равноправный субъект, как в интерпретации Зеткиной. То есть, что я хотел сказать, что вроде как бы все это по-новому звучит, но по сути это все старая троптовка еще со времен Эльминского. Логика простая получается. Старая, великодержавная. Русская империя сдавила развивающуюся племенна родность, оставила в темноте и забвение. Но были некоторые российские просветители, которые заботились о них, учили уму-разуму понемногу. Но когда в 2018 году дошли до раздачи всем народам территориальной автономии, они показали свою незрелость и отказались от своего счастья. Ну в смысле они же, помните, культурные требования же добивались там. Трудовой комму мы хотели там, как же это самое, то есть это, ну не территориальная автономия там, как же это. Опять-то мы будем говорить в третьем блоке. Потом стали кусать локти, и в 2025 году Совнарком жалился и подарил им республику. Ну и потом у них все равно не очень-то получилось. Это, конечно, да, это, честно говоря, не мнение одного Владимира Николаевича. К сожалению, это у нас очень развитая точка зрения. Это, собственно говоря, является, может быть, фундаментом нашего вообще понимания этого вопроса. Но, повторяю, она старая, устаревшая, великодержавная, шовинистическая. То, что есть более развитые, есть другие менее развитые. Где начинается вот это, как же, расслоение градаций на более развитых и менее развитых, это уже шовинизм идет. С учетом достижения современной исторической науки, такие выводы выглядят архаизмами. Все бы, ну, теперь это поставил, указал проблему там, да, но сейчас показываю путь решения. Все бы стало на свои места, если бы главу о просветительстве он начал не с Пуца Григоровича, а с попыток просветительской деятельности Ахадера Томеева, который, кстати, в этой ипостаси вообще не рассматривается в качестве просветителя. И ему длину чрезвычайно мало места, буквально четверть страницы 49. Могу показать, там буквально, там, это чуть-чуть, там, не написано, это в плане его, там, это сопротивление христианизации. А давайте вспомним, что он еще в 1744 году, задолго до Екатерины II, Пуца Григоровича, Ильминского, Спиридона Михайлова, Ивана Яковлева перед императрицей Елизаветой Петровной при огромной поддержке чувашского населения поставил вопрос о применении чувашского языка к просвещению народа, а также активное участие чувашской элиты касательно чувашских общин, вопросов сбора налогов и судебной практики. То есть, вот, забыл с тобой принести, там, как раз, это Василий Дмитриевич в 80-х годах опубликовал его текст спрошения, там, где он говорит о том, что там буквально, о чем хотел зачитать, но сегодня забыл я принести его, там, о чем идет речь, но это у Василия Дмитриевича опубликовано, это найти можно, и в своей книге я про это писал, о том, что тогда они еще были в основном все язычниками, и он говорил, написал про, собрали чувашей Чебоксарского уезда, 77 общин, а Чебоксарский уезд тогда был гораздо больше, чем даже этот, это практически, это северная часть Чуваши, о том, что я, на прошении Екатерины Сорой, то, что я вот, хорошо, я вот сейчас приму православие, а потом на чувашском языке буду это приносить на родном языке своим же родичам, вот этот свет, что вот это православие, они примут православие на родном им языке. Это было написано еще далеко до Ильминского, 1744 году, причем дальше ничего интересного говорит, не только вопрос языковый решает, но и начинает вопросы решать экономические, социальные и политические. Надо, говорит, создать эту комиссию из трех человек, где он, наверное, как я понимаю, он должен был стать главным, и он хотел использовать московского фамилия, забыл, там московского чиновника тоже, и казанского чиновника, писаря Илья Бельского, который, говорит, чувашский язык хорошо знает, и один говорит, как же это самое, это будет вопрос насчет налогов решать, сбор, потому что ясак, налоги собирали с чувашских общин, а другой, говорит, как же в судебной практике. И все будет проходить, помимо, получается, воеводских канцелярий, то есть будет свой национальный отдел. Он очень сильно предложил. Очень сильно предложил. Вот это и есть культурная, такая мощная автономия. То есть, хорошо, мы теряя свою языческую культуру, свою прежнюю религию, мы принимаем христианство, но на своем языке. То есть, мы будем решать, как же это самое, сбор налогов идет не через чиновников, не российских, а специально которым доверяют чуваши, которые знают чувашский язык. Судебные вопросы Илья Бельский, а Григорий Вихрев, московского звали, вспомнил имя. Илья Бельский, то есть, вот у него интересный проект был. Он поехал потом с этим прошением в Москву, в Москве его там быстро посадили в тюрьму, как бунтаря там, как же это самое, потом его опять отпустили же там, то есть, дали официальный ответ, что предложение хорошее, но мы будем все-таки делать через своих русских, как же, они сказали, что русским священникам надо это изучать чувашский язык. Он сам его потом в бега поддался, он попытался в восстание поднимать, как раз это самое еще здесь, сопротивление храстинизации там началось, потом его следы теряются. Но, тем не менее, Ахадир Томиев поднял такой вопрос, вот как же, оно, собственно говоря, является вообще основой всего национального чувашского национального движения, не только чуваши, но и других. Потому что, и по сути, оно было актуально и в 18 веке, и в 19 и в 20 веке, потому что и сейчас, даже с нет поправками, у нас же тоже сейчас, как же говорят о том, что надо родной язык применять, для того, чтобы как же это применять, и чтобы, по крайней мере, государственные власти были также свои там деятели. То есть, вот эта вещь задали еще, еще раз напоминаю, дату 1744 году, Ахадир Томиев. Тогда у нас на общероссийской общественно-политической мысли подобных таких мыслей, я не знаю. Я, конечно, не разбирался в этом вопросе, может быть, и найдется, но, по крайней мере, у нас на слуху подобных таких вещей, и, как некая профессиональная историка, это пока не встречалось. Там Башкирский, там тоже был какой-то, почти похоже, аналогично, в 60-х годах уже, правда, при Екатерине. Но там больше поднимали вопрос не культурный, а сохранение вот этих, опять-таки, своих территорий, которые при Иване Грозном, Башкир, там за собой сохраняли. То есть, там немножко другой аспект. Мусульман другой аспектом был. Причем, как же, вот Хадир Атамиева надо все-таки рассматривать не только в контексте вообще чувашского, скорее всего, это был действительно образованный человек, и он мог знать, потому что, вот, в середине 18 века, там у нас и на западных экранах, в Польше, тогда, там тоже какие-то раздел происходили. Казачество, там, кстати говоря, как раз лишались, лишались, вот эти остатки казачества, бывшего, бывшего, своих вольностей. То есть, это был какой-то, вот надо, вот пока сейчас я не обладаю возможностями, там, как же, к сожалению, надо работать на всевозможных работах, целенаправленно не получается заниматься. Студенты очень много занимаются, сжигают энергии. Но, посмотреть вообще его общественно-политические мысли через вот деятельность вот западно-украинной, тоже Польши, то есть, подобные процессы на Кавказе, то есть, нет ли подобных процессов там были. Вообще были известны в обществе, или мы судим только вот по тому документу, который обнаружили где-то в 19 веке в архиве, а в свое время в Сенате его положили, подсветной, он так был забыт, а в обществе, может, мы не знаем, может, в то время вообще не знали, кто такой Фадер, а взялся, выискался такой человек, написал себе на бумажку, я тоже могу себе написать. Но, однако, вот еще раз повторяю, то, что Сенат по этому поводу издал о том, что русским священникам надо изучать чувашский язык. То есть, региональная власть эти идеи активно использовала. Может быть, они, это основное, там не надо писать никаких там специальных, как же, бумаг, официальных юридических бумаг по руководству по этим вопросам и написать, что авторство это Томеева. Не обязательно. Это просто уже стало, понимали, что это нужно и это в 19 веке это использовали. В частности, в 19 веке, в 40-е годы вот эти киселевские реформы, когда вот создали вот эти волосные управы, то есть, как раз там начали привлекать региональную, свою чувашских вот этих там начали элиту. Ну, там в основном типа Яну, Куштану опять там залезли, там как же, опять-то, не совсем там то, что чисто получилось, хотелось бы. Ну, давайте, пожалуйста, я просто буду опять расплескиваться и самое главное, что хотел, не отображу. Вернемся к Томеевой, к Томееву и к Зеткиной. Зеткина не писала об Ахадере Томеева. Она пишет, например, то, что первым национальным просветителем, которым она понимает, был Иван Яковлев. То есть, потом от него дальше пошли. И уверен по одной причине, что мы сами о Чуваше о нем не пишем. Она о нем просто не знает. Вот она и обозначает явление национального просветительства только с Ивана Яковлева. А дальше он говорит, что появились Иван Яковлев, Никольский, потом у Мордвы, она сама у Мордовской исследовательства, Евсеев, у Морийцев, там остальные и так далее. То есть, мы сами секвестируем свою историю, а потом смотрим по сторонам и недоумеваем, почему о них недостаточно пишут. Идеи Томеев были использованы российским деятелям и стали вследствие настоящим трендом Чувашского национального движения вплоть до начала XX века. Они актуальны с некоторыми поправками и сейчас. Все это было бы востребовано не только для Чуваш, но и для других народов России. Более того, это было реализовано в советской национальной политике, особенно в первые десятилетия. Я немножко об этом говорил уже. Уверен, что если мы хотим рассмотреть истоки государственности Чувашей, то нужно отталкиваться с этой позиции. В рецензируемой работе мы этого не находим. Там вообще ничего нет. Очевидно, что даже противоречит себе автор не то, что признает такой равноправный подход, но и всячески его третирует, давая уничижительные характеристики. Подобный догоняющий подход исследователей во многом не безобиден и, к сожалению, становится фундаментом будущего вывода в конце книги характеристики Чувашских вождей морально-психологически-национально-уверенно с инертной реакцией на меняющие обстоятельства за то, что не придерживаются идеи национальной автономии. Я часто использую эту фразу, потому что подчеркиваю, на это нельзя такие надо всесторонне изучить. Только вот в чем заминка. Все чувашские деятели, начиная со страницы 67 по 311 в книге, то есть с 18 века по 1921 год от Томеева до Савандеева выражали идеал культурной национальной автономии и в отличие от своих башки собратьев не рассуждали о территориальной автономии. Что я хотел этим сказать? Что то, что они защищали вот эти идеи национальной автономии вовсе не говорит, что они были какие-то неуверенными или неполноценными. В итоге по просветительству можно констатировать, что несмотря на все позитивные ожидания от монографии, комплексного изучения вопроса национального движения до 20 века у автора не состоялось. В нем недостаточно раскрыт культурный фактор, весь пафос ушел просветительства без обзора действительного экотно-культурного сообразия Чувашей чуть затронут политические и совершенно объединенные внимания социально-экономические факторы. Может, он не знал, что имеются иные подходы? Он же пишет на странице 21, что он впервые изучил основной комплекс факторов условий предпосыл национальной эмансипации Чувашей в традиционный период. Извините, у меня там лично интересно, я зачитаю этот момент поподробнее. Как он там написал, сейчас скажу. Ряд новых идей и положений по истории национального движения выдвинутых в исследованиях Щербакова и Клементьева. Первая своя диссертация перенес акцент национально-территориального на культурно-автомистический компонент движения рассматривая идеологический аспект национального самопределения начиная в начале XX века. Клементьев изучил основной комплекс факторов условий предпосыл национальной эмансипации Чувашей в традиционный период. Лукавит. Я в своей книге начал с XVI века. Пол книги у меня там идет с XVI по XX век. То есть он про меня промолчал, отнес только к началу XX века, а остальное к себе отнес. Это не так. У него была возможность ознакомиться с ними, с другими взглядами. У меня уже три года назад вышла монография, показал ее, где уже был проведен комплекс анализ в тезисной форме по всей направлении формирования Чувашьего национального движения с Иваном Грозным до Николая II по всем сферам общественной жизни, экономической, политической, социальной, духовной, причем как раз равноправным и демократическим духе, как у Зеткиной. Думаю, исследователь умолчал о них, так как они предпочитают концепту... так как... так как... ну, о моих этих исследованиях почему они промолчают? Потому что они противоречат концептуально догоняющей схеме исследователя. Но ведь это уже надо изучать или хотя бы в такой работе претендующий на фундаментальность указать в качестве альтернативных, оставляя в неведении научную и широкую общественность. То есть надо это делать, это тоже все равно. А он не стал указывать, просто умолчал об этом и все. Точнее, даже к себе приписался. Зачем уже готовы выводы... ну, про мои... он свой просветительский фактор за это как же рассматривает. То есть я не говорю, что он... имеется в виду, что... Зачем уже готовы выводы и наработки игнорировать? Или же мы живем бесконечно и лет через 20, когда произойдет естественная смена поколения, может быть, мы вернулись к этому вопросу? У нас разве так много времени? Будем медлить, то никакой государственности и чулашения останется. Если сто лет назад поза обиженных и забитых была жалостлива и тем эффективна, сто лет тому назад за забитыми жалостливыми деньги больше давали на развитие. В наши капиталистические времена это вызывает только насмешку, презрение и в итоге полное вырождение как нации. То есть прежний тезис... Ну, я уже об этом говорил, что как же идея... Это вообще идеологизированная, конечно, была. Это и земским деятелям еще в 19 веке, в конце 19 века о том, что... То есть о забитых темных чувашах, потому что да, чтобы давать и больше денег будем выделять, потом подхватили чувашские деятели, то есть это трендом стал такой, да. В 25-м году, в 1025-м году, там, например, Коричев даже прям книги написал, там, как же, это представитель Сонаркома Чувашской ССР, о том, что Чувашской... Уважаемые пользователи, просим сдать библиотичные документы на качество... То, что Чувашской республике нужно в 4 раза больше финансов, чем другим регионам России. Сейчас это не действует. Сейчас уже этим не разжалобить, что там надо нам развиваться. То есть надо уже подходить... Вот эту старую теорию, раньше она, может быть, была эффективна. Действительно, это деньги давали на национальное просвещение. Сейчас уже деньги дают, но за другое. Надо найти вот этот другой тезис. Получается, как бы у нас по вашей логике просветители Чувашского народа в каком веке появляются? Они с 17-го века были или все-таки вот в 18-м веке в 19-м появляются? По логике вообще такие национальные деятели, это те, которые, еще раз, это по определению зятки, на которые меня вполне устраивают, меня устраивают, мне нравится. Это те национальные лидеры, которые хорошо знают свою этническую жизнь, которые знают общегосударственную жизнь и умело отстаивают интересы своего этноса. Документально засвидетельствована в полноценной программе это 1744-й год Ахадир Томеева. Но такие деятели, безусловно, были, нет, деятели такие награды, потому что до 1713-го года подобную функцию выполняли чувашские князи Атарханы, местные феодалы, вот эти самые сотники, пятисотники, там, как же, вот эти, серпио, вумпио, но после того, как их упразднили в 1713-м году Петр Первый, то есть они выполняли, то теперь появилась необходимость подобных, вот таких вот национальных представителях. Появилась такая прослойка, причем массовая прослойка, но сейчас, я это словом скажу, многие начинают плеваться от нее, ругаться, потому что она стала негативный смысл иметь, но у него есть и положительный смысл, это каштаны, то есть это, по сути, адвокаты, которые за кошт, за награждение, Сергей там придернулось, видел, добились, как же трепить, то есть это те, которые за определенную плату от общины защищали, как же вот, интересы общины перед региональным и даже общегосударственным, а не императриц, а старян ездили, да, но они потом выродились, я его читал в момент, то есть под влиянием как раз местного чиновничества регионального они стали подкупать, развращать, поддерживать, и вот эти, в итоге, вот этот, вот это, вот это адвокатская прослойка представительская, каштанов, она выродилась, наоборот, в паразитах. А получается, дядких имен, фамилий до там 17 века имена звать не можно. Почему можно там, наверняка там есть, там как же, но их надо искать, средства неизвестных, я там, не особо не изучал, ну как вот, принятие и вхождение горной стороны в состав России, там вот этот, Ахтоп Бектагаев, там Магомед Базубов, там да, кто они, вот такие примерно есть. Те, которые ездили там, вот как же, в легендах народных сказаний, они сохранились.